Есть то, чем край шотландский славен, то, что может душу согревать, и то, что так приятно с другом в бокал прозрачный наливать. Уильям Риддл Наш рассказ о шотландском виске Уильям Риддл. Виски – один из самых интересных и увлекательных крепких напитков в мире. Его производят в Шотландии, в Ирландии, Канаде, США и Японии. Вы можете встретить его в Индии и даже ряде стран Африки. Но мы хотим рассказать вам о самом распространенном и популярном стиле виски – шотландском. По статистике, более половины всего виски, потребляемого в мире – шотландский. Точное месторождение виски до сих пор точно не установлено. Уже несколько столетий за право именоваться страной, создавшей этот благородный напиток, борются Шотландия и Ирландия. И, похоже, без особой надежды на окончательную победу. Считается, и по всей видимости, не без оснований, что виски первыми изготовили монахи. Самое раннее подтвержденное летописью упоминание о «Уиски Баа» – «Воде жизни» или «Виски» – относится к 1495 году. Монахи, первые производители виски, использовали небольшие простейшие перегонные аппараты, а сам напиток прежде всего как лекарство. Позднее техника перегонки вышла за стены монастырей. Но и сегодня шотландцы свято верят в чудесные медицинские возможности уиски Баа. Тодди – горячий напиток с виски – самое популярное средство от простуды в Шотландии и сегодня. В течение 333 лет, если считать датой рождения виски 1494 год, ячменный солод был единственным сырьем для производства виски. В 1827 году Роберт Штайн зарегистрировал патент номер 5583 на аппарат непрерывной дистилляции. Тремя годами позже Энос Кофи предложил свой вариант аппарата непрерывной дистилляции, который оказался более практичным и экономичным. Но новые аппараты производили крепкий спирт, который был очень далек от того, что привычно называлось виски. Уроженец Эдинбурга Эндрю Ашер взял пример с производителей коньяка, которые смешивают различные спирты, получая купаж. В 1853 году, смешав крепкие солодовые виски из Хайленда с зерновым виски, изготовленным в аппарате Эносо Кофи, создал первый в истории купаж или бленд – легкий, но ароматный напиток. Вслед за Эшером, купажируя большое количество нейтрального зернового виски с небольшим количеством ароматного солодового, шотландцы стали изготавливать мягкий и недорогой виски. Сегодня скотч не только самый разнообразный по вкусовой гамме, это еще и один из самых популярных и продаваемых крепких алкогольных напитков в мире. Существует несколько разновидностей шотландского виски, которые отличаются друг от друга использованным сырьем, методом перегонки и способом выдержки. Сингл молд или односолодовый виски, который изготавливают из соложенного ячменя в пределах одной виски-курнии. Пьюе молд или чисто солодовый виски. Это смесь нескольких односолодовых виски, произведенных на разных виски-курнях. Бленд – купаж односолодовых и зерновых виски. Грейн виски – зерновой виски. Он главным образом входит в состав различных блендов. Формирование облика современной Шотландии продолжалось не одну сотню тысяч лет. Столетия за столетием вода и воздух точили горные породы, растительный покров отмирая формировал плодородный слой, а в озерах, постепенно зарастающих водорослями и другими растениями, нарастал слой торфа. К моменту появления человека на этой земле ему оставалось только разумно использовать доставшееся ему богатство. Мягкий, прохладный климат, удивительную воду, плодородные почвы. Первое, что сделал человек, поселившийся в этом краю, – это научился использовать торф в качестве топлива. Все изменилось, когда Святой Патрик привез в Шотландию технологию дистилляции. Уже к концу XVIII века мастера обратили внимание на тесную связь аромата и вкуса своих спиртов с водой и с торфом, который использовался для сушки солода, и начали строить перегонные заводы, виски-курнии, там, где была вкусная вода. Вода в Шотландии не простая, а воистину золотая. Независимо от того, что является ее источником – заболоченные озера, тающие снега с заснеженных гор, чистые родники, многочисленные реки и ручьи – каждый источник воды в Шотландии уникален, и вода в них имеет собственный вкус. Огромную роль в формировании будущего виски играют туманы. Во-первых, выпадающая после них роса собирает все ароматы природы и отдает их воде, используемой в создании виски. А во-вторых, туманы, особенно на берегах моря, настолько насыщаются ароматами йода, морской соли, водорослей, что, проникая сквозь древесину бочек, эти ароматы впитываются спиртами, придавая им неотразимый характер. В Шотландии нет строгой классификации по происхождению, как во многих винодельческих странах, но традиционно виски определяются по географической принадлежности. Сегодня в Шотландии функционируют чуть более сотни производств виски, и производители, и продавцы заинтересованы в том, чтобы их виски стал лучшим. Будь то маленькая виски-курня или большой завод, каждый владелец гордится своим предприятием. Каждый ищет свой путь, оттого такое разнообразие молтов. И, конечно, каждый рассказывает об уникальности своего виски. Не является исключением и компания Уильяма Риддала. Согласно документам, первые Риддалы прибыли в Шотландию, в Йоркшир из Гасконии, Франция. Первое письменное упоминание имени Риддал зафиксировано в Нортумберленде. Риддалю была выделена земля нормандским королем Вильямом за выдающиеся заслуги и героизм в битве при Хастингсе в 1066 году. Первый из носящих имя Риддал, сэр Уильям Риддал, в 1296 году присягнул на верность английскому королю Эдварду I. Уильям Риддал, основатель компании, был купцом и торговал разным алкоголем. Но, будучи истинным шотландцем, с детства мечтал о создании уникального купажа виски. Следуя своей мечте, Уильям исследовал каждый уголок родной Шотландии в поисках лучших солодовых и зерновых виски, которые были гли в основу нового купажа. На протяжении всего пути надежной опорой ему служили сыновья – Томас и Джон. Так появился рецепт купажа, собранного из пяти зерновых и более 30 лучших солодовых виски. Именно поэтому во все времена девизом семьи Риддал остается «Мечтаем разделить с вами». В начале 2006 года группа компаний Vasco International вместе с дочерней компанией United Brands Investments Великобритания выкупили контрольный пакет акций компаний по производству виски «Вильям Риддал и сыновья» – уважаемой и известной компанией по производству выдержанного шотландского виски. Теперь же перейдем к наиболее приятной части нашего знакомства с шотландским виски – дегустации. Как правило, в виске оценивают цвет, аромат, вкус, послевкусие и баланс. Гамма вкусов шотландского виски – наиболее широкая из всех крепких алкогольных напитков мира. Виски можно пить как аперитив во время еды и как дежестив. Его можно пить и без еды. Хорошие виски с хорошей сигарой – это благородная классика, одно из самых изысканных удовольствий, которое себе может позволить человек. Попробуйте выделить немного свободного времени на дегустацию этого напитка, и вы вернетесь к этому приятному занятию еще не раз. Виски из коллекции Уильяма Риддала заслуживают особого внимания и по достоинству оценены искушенными знатоками во всем мире. Уильям Риддал, Шерри Каск, 8 лет выдержки. Этот великолепный купажированный виски создан на основе 5 зерновых и более 30 солодовых виски. Солодовые виски с острова Айла придает купажу аромат свежеподжаренного хлеба, оттененный отдаленными торфяными нотками и тонами выдержанного дуба. Молты из Спейсайда привносят легкие ароматы. Молты из Высокогорья создают богатую пряно-фруктовую гамму с оттенками ванили, меда и хорошо угадывающиеся цветочным финалом. Бережно хранимый рецепт Уильяма Риддала соединил в себе богатство тщательно отобранных солодовых виски, чтобы подарить вам гармоничный и исключительно сбалансированный аромат и вкус выдержанного скотча. Добиться такого потрясающего сочетания удалось лишь после длительного, по меньшей мере, восьмилетнего процесса старения в бочках из американского дуба, в результате которого виски приобретает неповторимый золотисто-янтарный оттенок. Стандартный Уильям Риддал 8 лет выдержки также включает в себя бочковые версии Каск Финишес, Уильям Риддал Эйл Каск и Уильям Риддал Шерри Каск 8 лет выдержки. Достойное место в коллекции Уильям Риддал занимают виски Делюкс 12, 15, 18 и 21, дополнительно выдержанные в течение шести месяцев в соответствующих бочках. Основными конкурентными преимуществами продукции компании являются Уникальное предложение – восьмилетний купаж по цене близкой к стандартным маркам виски, с обычным трехпятилетним сроком выдержки входящих спиртов. Наличие бочковых версий в стандартном сегменте. Гамма Делюкс 12, 15, 18, 21 год выдержки. Эти виски дополнительно выдержаны в течение не менее шести месяцев в бочках, в которых ранее хранились соответственно бурбон, порто, ром или коньяк. Значительные собственные запасы выдержанных спиртов, в том числе старше 50 лет. Долгосрочная гарантия стабильности качества продукта и поставок. Чтобы подчеркнуть и сохранить достоинство виски Уильям Риддл, была разработана оригинальная бутылка и упаковка. Бутылка виски Уильям Риддл имеет эксклюзивный дизайн. Собственный стиль раскрывает новые грани этого воистину волшебного напитка. Надеемся, каждый глоток виски Уильям Риддл подарит вам истинное наслаждение. В 1822 году король Георг IV, правивший Соединенным Королевством с 1820 по 1830 год, посетил Шотландию. На приеме в Эдинбурге сэр Вальтер Скотт угостил его виски. С этого момента придворные короля, ответственные за королевские приемы, сбились с ног, разыскивая чистые виски этой марки. Сам сэр Вальтер Скотт, уютно устроившись у камина в компании с этим благородным напитком, создал не одно свое бессмертное произведение. Кстати, лучшие шотландские авторы не представляли творческий процесс без стаканчика виски. Самый известный поэт Шотландии Роберт Бернс регулярно употреблял виски, посвящая одолюбимым женщинам, либо чертям и ведьмам. В мире виски и сигар воздвигнут нерукотворный памятник одному из самых знаменитых политиков мира – сэру Уинстону Черчиллю. Сэру Уинстон в свое время очень много сделал для виски. Во время Второй мировой войны он распорядился не уменьшать количество зерна, выделяемого для производства виски. Историки утверждают, что Черчилль регулярно посылал виски Сталину. Виски очень любит и принц Чарльз. Он неоднократно посещал производство, и благодаря его симпатии на бутылках его любимого бренда красуется гордая надпись «Поставщик Королевского двора». Надеемся, что и виски Уильям Риддл оставит заметный след в истории, и среди его поклонников будет немало известных и достойнейших людей.